Музыка Настроение от похода за покупками может испортить работник магазина Охраннику, например, не понравилась ваша сумка Маркетолог предлагает сомнительные скидки, которые значительно облегчают ваш кошелек А продается не отпустит, пока вы хоть что-то не приобретете Как не купиться на обаяние навязчивого сервиса в супермаркетах, будем сегодня разбираться Добрый вечер, это программа «Качаем права» Представляю наших гостей и экспертов Владимир Аркадьевич Асеев, потребитель, постоянный посетитель магазинов Андрей Дмитриевич Артемьев, директор муниципального центра защиты потребителей Всем добрый вечер Ну тоже потребитель, здравствуйте Ну естественно Присоединяйтесь к нашему разговору на сайте якбург.тв Звоните о своих магазинных неприятностях в скайп и по телефону прямого эфира 376-45-88 Ну давайте начнем вот с чего После того, как камеры хранения в магазинах себя не оправдали Коммерсанты разрешают входить в торговый зал сумками и пакетами Но для этого их надо обернуть в целлофан Владимир Аркадьевич, вот вас это новшество чем не устраивает? Да я бы не сказал, что не устраивает Оно даже в каком плане проще, что на выходе к тебе цепляться не будут, если запаяно Если нет очереди в запайку, так в принципе это и почему бы нет? Да, а вот скажем, бывает такое, что запаивать нужно вам самому Не специальный человек стоит, а вот именно вы сами самостоятельно должны это сделать Да я считаю, ничего тут страшного А если у вас какая-то большая тяжелая сумка, а ее еще вот так вот запаять, что ее нести неудобно? Андрей Дмитриевич, можно? Дело в том, что если там была бы та самая камера хранения, в которой стоял человек, принимал и отвечал за сохранность Да, то это все как бы хорошо Когда придумали эти ящички с ключами, ставьте вещи, отвечая сам за сохранность То вы просто не представляете, сколько было к нам обращений по этому поводу Ведь товарищи, которые организовали подобные хранения, не понимают, что в законе о защите прав потребителей, статья 7, написано Что услуга при обычных условиях использования должна быть безопасна для жизни и здоровья И не причиняла вред имуществу потребителя Поэтому в сфере предоставления услуги, ответственность за охрану этих вещей, обязан нести субъект хозяйствования В магазин в этом случае, да? Да, и поэтому он как бы нашел выход из положения и сказал, пожалуйста, идите со своими сумками, носите их сами Но при этом вы их упакуйте, и чтобы к этому не было претензий Я считаю, что это достаточно нормальный подход к этому вопросу Человек ведь только что сам ходил с этой сумкой везде, да? Поэтому ничего страшного, он упаковал, сам знает, упаковал, сам спокойно и спокойно прошел по магазину Вышел, претензии к нему какие-то Вот такая ситуация еще, один мой коллега рассказал такой случай Его пропустили в зал с огромным баулом, без упаковки При желании он мог вынести в нем пол витрины винного отдела Но никто даже не поинтересовался его содержимым на выходе А в другой раз прицепились к маленькой барсетке Вот какой-то стандарт существует, какую-то, вот дамскую сумочку, например, да? Можно проносить, нельзя, вот как без... Стандарт должен быть один Никто не имеет права запретить мне проходить с любой сумкой в торговый зал Работники магазина имеют полное право как бы следить И если они будут иметь основания, в лучшем случае, что они могут сделать это удерживать меня До появления правоохранительных органов, то бишь полиции, вот которая имеет право досматривать и так далее И ничего другого просто нету и не может быть Ну, опять же, у них и видеонаблюдение должно быть развито Ты пришел с сумкой Да, конечно Зал под контролем Ну, пожалуйста, смотрите, контролируйте Конечно Опять же, еще я извиняюсь Вот человек, который запаивает эти пакеты, сидит А почему бы его не поставить вот на камеру хранения, допустим Построить стену ячеек И стоит этот человек за прилавком точно так же Но выдает сумки, принимает, выдает бирки И тогда вот человек, который идет по залу с этой тележкой, у него там лежит сумка, в которой деньги, там нужные вещи, пусть запаяны Он уже боится ее оставить, он уже к ней привязан, к этой тележке А сдал он сумку, вот с вещами, деньги взял с собой и ходил он, оставил тележку, пошел, походил, набрал Ну, вот мне кажется, очень хороший дельный совет Ну, самое главное, чтобы вот безопасность для имущества гражданина в сфере предоставления услуги в соответствии с требованием закона была обеспечена Как она обеспечена, это уже, так сказать, культура субъекта хозяйствования, скажем так Хорошо, понятно Мои коллеги опросили сегодня горожан, какие еще услуги их раздражают при совершении шопинга Давайте посмотрим и послушаем Здравствуйте, с вами Лена И как обычно мы собираем мнение о терке Шопинг удовольствие сравнительное Некоторые ограничения при походах в магазин просто раздражают Что раздражает вас, Алексей? Ну, мне раздражает то, что приходится, допустим, приходишь в магазин Во-первых, там нельзя сдать сумки, а нужно завернуть их в полиэтилен Это очень неудобно, даже когда потом люди выходят, очень много мусора остается То есть, ну, это неудобно То есть, может быть, то, что там в магазинах очень много, крупные торговые центры Приходится много носить в себе И те же самые категории продуктов есть в магазине То есть, это очень неудобно Спасибо А что еще не устраивает наших горожан, мы узнаем прямо сейчас Продавцы Скорее всего, продавцы, потому что они очень навязчивые Вот периодически говоришь, не надо, я, в принципе, сама могу разобраться Но не всегда это актуально, не понимаю Парковок, да, парковочные места в некоторых торговых центрах вообще как-то не разработаны Торговые центры под покупателей на машинах Да, особенно выходные, мы не ездим в выходные магазины крупные Напрягает наличие большого количества касс, но при этом не все кассиры находятся на своем месте Идет скопление больших очередей Также на выходе из магазинов во многих местах срабатывают считыватели штрих-кодов Срабатывают неправильно, то есть, грубо говоря, человек купил товар, но при этом он срабатывает, как будто что-то кто-то вынес И неправильно рассчитаны места на парковках около магазинов Идет большое скопление автомобильного транспорта, мест не хватает И машинам приходится скапливаться в окраинах магазинах Меня не устраивает то, что безнал принимают не во всех магазинах Так что еще не устраивает, если купюра немного потрепана или что-то такое Тоже иногда бывает, не везде берут Ну, в принципе, все Ну, меня вообще иногда раздражает, когда у меня вот рюкзак И, в принципе, это та же сумка Там деньги, документы, говорят оставлять Вот это меня часто не устраивает Что к рюкзакам сейчас такое отношение стало Вот пока у нас шел вопрос Поступил вопрос от зрителя на сайте Значит, вот такой Если я купила продукты в одном магазине, пришлось зайти еще в один продуктовый Чек из первого будет доказательством, что я не украла? Дело не в чеке, а дело в том, что Вот это, так сказать, дело субъекта хозяйствования На входе в его магазин, если это магазин без продавца Ну, все те продукты, которые гражданин несет с собой, каким-то образом выделить Ну, вот как той самой упаковкой в полиэтиленовый пакет, допустим, запайка И никаких вопросов нет То есть, они обязаны обеспечить безопасность в сфере предоставления услуги Когда вот возникает такая ситуация, когда человек зашел с продуктом А, выходит у него, срабатывает этот вот А ведь не должно срабатывать заплаченную покупку в другом магазине Так вот в том-то и дело А вы знаете, бывает срабатывает на собственном примере Нет, оно бывает, срабатывает безобразие Почему? Потому что в другом магазине могут быть другие штрих-коды Другие степени защиты Нет, хорошо, понятно А если вот нет запайки в магазине А пришел с другими продуктами И камеры хранения тоже нет Вот тогда Ну, это безобразие В принципе Нет, тут вопрос-то Как себя вести покупателю Я считаю, в данной ситуации Магазин должен доказать, что Ну, грубо говоря, человек украл Пусть покажет камеру, запись камеры наблюдения Где этот человек берет конкретную продукцию Пойдет в сумку Это же естественно Ну, а раз не доказано Это же естественно Уголовное право в принципе построено на презумпции невиновности То есть нужно доказать, что взял, да Что это их продукция, что она у них была Это их продукция, да Вот если они доказать не могут То никакого права предъявлять какие-то требования к гражданину не могут Хорошо, понятно Но это по закону А все равно Произвол, охрана Сейчас Давайте будем идти по порядку Не отвлекаться Значит, часто покупатели жалуются еще На так называемую навязчивость продавцов-консультантов Не успел человек зайти, осмотреться И его уже со всех сторон атакуют Владимир Акадьевич, ну, вообще-то на эту услугу чаще всего жалуются женщины Ну, а вам доводилось такой напор выдерживать? Да, сколько угодно Вот очень-очень сложно соблюсти ту грань Когда быть полезным покупателю и быть ненавязчивым Да, сталкивался с ситуацией, когда заходишь, к себе бросается И как-то так теряешься, стесняешься И даже бывает желание скорее уйти из магазина А бывает, когда человек подошел, встал в стороне Стоит, видно, что он готов тебе помочь в любой момент Но он не навязывается Вот тут соблюсти вот эту грань очень сложно Это надо уметь Были случаи, наоборот, когда заходишь Вот последний случай с супругой ходили, значит, в магазин Пришли, нашли нужную ей вещь, но не было размера ее Стали смотреть консультанта Девушки, девушки, на кассе девушка стояла Пригласите кого-нибудь А сейчас все, она про нас забыла Мы пару минут постояли, развернулись и ушли из этого магазина Никто так и не подошел Так и не подошел Мы не стали бегать по залу, искать Вот это как раз другая сторона Когда покупатель никому не нужен Равнодушие здесь, да? Причем это известный бренд Очень такой нами уважаемый Но вот такой казус у них случился Вот, кстати сказать, закон о защите прав потребителей предусматривает такую ситуацию И там сказано, что если вот такое происходит То есть потребитель не может получить надлежащей информации И если потом он в другом соседнем магазине что-то такое приобретает То если он при этом понесет убытки То вот первый будет обязан возместить ему полностью все убытки И рассматривается это как необоснованный отказ от заключения договора А вот хоть один был, кто бы пошел по этому пути и начал судиться? Ну, для этого ведь нужно зафиксировать вот этот первый случай Да, что на аудио-видео зафиксировать Поскольку аудио-видео является вещественным доказательством в гражданском процессе Извините, вы говорите о каком случае? Когда консультант... Да, когда консультанта в зале невозможно было найти, да? И пришлось покупать в другом магазине? Да, и там оказалось дороже И в другой магазин нужно было еще поехать и заплатить за транспорт, да? Вот, и вот все это удовольствие Первый магазин в полном объеме в соответствии с законом обязан оплачивать Ну, вот кто-то вот пойдет судиться Вот на моей памяти нет таких... Я думаю, у нас тоже такой практики нет Но я еще раз говорю, в законе норма есть Воспользоваться ей можно Здесь вот еще вопрос на сайте от зрителя Значит, человек говорит, что я работал консультантом И это прописано в обязанностях Вот предлагать услуги клиенту И даже если я вижу, что человеку не нужна помощь Мне необходимо по должностной инструкции подойти, поздороваться, поговорить Потому что иначе штрафы Вот, а как здесь быть тогда? То есть, вот консультант не сам идет вот к вам, да? Купите, посмотрите, вот еще модель Вот здесь, а давайте здесь посмотрим Это его заставляет работодатель Юрий, ну не все начальники, которые пишут эти инструкции, умные, скажем так Нет, хорошо Написать можно все, что угодно Вот он считает, что так правильно Вот написал неумный начальник Вот как бороться с ним? Что делать в таких случаях? Ну, это ведь, так сказать, нарушение свободы человека, да? Его свободы выбора и так далее То есть, он в принципе, вот человек, опять же, зафиксировавший эту ситуацию В праве обратиться в суд по факту причинения ему морального вреда в сфере предоставления услуги То есть, это вот навязывание таких услуг, оно, безусловно, причиняет нравственные страдания И если обратиться в СССР, при наличии доказательств решения суда будет однозначным Какую-то компенсацию морального вреда субъекта хозяйства Зафиксировать, что вы имеете в виду? Сфотографировать? Заснять на видео? Записать на магнитофон Диктофон? Дел на диктофон, но у каждого уже в сотовом аппарате, как правило, диктофон есть А просто видите, вот в магазинах бывают такие ограничения, нельзя снимать, нельзя фотографировать Да кто мне может запретить мой, так сказать, диктофон включить в кармане? Господи, кнопку нажал и он начинает запись Аудиозапись, это тоже вещественное доказательство А вообще, в идеале, консультант, он должен быть психологом Он, вот как я вижу, должна развиваться ситуация Заходит покупатель в магазин, консультант стоит, наблюдает И если он увидел растерянность на лице покупателя и покупатель Оглядывается по сторонам, да? Да, он не может определиться Вот тогда подойти, спросить, я могу вам чем-то помочь Вот, если консультант видит, что покупатель целенаправленно идет туда, смотрит И растерянности на лице нет, в этом случае, зачем к нему соваться? И только раздражение вызовет Но дело в том, что психолог, это человек уже с каким-то опытом Ну, это я громко сказал, не психолог Есть специальные тренинги, персонал нужно обучать И если субъект хозяйства, они не обучают персонал Он сам теряет свою собственную прибыль, вот и все Он будет наказан рублем все равно Потому что, вот, могли купить, но развернулись и ушли И, значит, прибыль унесли с собой Почему? На Западе это невозможно Там жесточайшая конкуренция Если человек зашел, он уже должен купить Понятно Еще одна коммерческая хитрость на товары Это скидки Вот, тем более, скоро грядет Новый год Да, сейчас пойдут распродажи и все такое Владимир Анатольевич, вам доводилось что-нибудь приобретать со скидки Или вот по такой акции? Значит, один из магазинов объявил, значит, акцию При покупке там на столько-то рублей тебе дается купон При сборе стольки-то купонов Ты получаешь право купить посуду со скидкой что-то процентов 70 Я давно уже в эти вещи не верю Я прокачал эту ситуацию И нашел в интернете, что эта посуда стоит именно столько За сколько ее предлагают Не те, там, грубо говоря, полторы-две тысячи А те 700 рублей, она так и стоит То есть магазин здесь Меня вот возмущает вот именно вот этот момент Не потому что я ее куплю за ту же цену, какую она реально стоит А потому что меня пытаются обмануть Мне сначала врут, что она стоит 3 тысячи И вроде как, ой, какое счастье, что я купил Собрал там 25 купонов и купил ее за 700 рублей Вот это наглое вранье Оно настолько вот, ну я не знаю Да, бывает, вот это не единственная акция Я покупал акционную посуду, да, замечательная посуда Тоже в одном из магазинов Прокачал ее в интернете Не нашел нигде ее Возможно, это была акция сделана Честная, да? Конкретно Посуда была выпущена под эту акцию Недорогая сковородочка Снаружи облезла, внутри прослужило очень Внутреннее покрытие прослужило очень долго То есть она стоила этих денег В принципе, да, бывает так, что где-то процентов на 10 в результате акции Товар дешевле Товар дешевле, чем в интернете его можно купить Да, такое тоже часто бывает А бывает, что так вот нагло врут, заявляя первоначальную огромную цену Потом якобы скидка, вот это вот вранье, оно просто... Очень часто бывает еще и другое Когда первоначально эту цену не называют Называют только скидку То есть с чего сделана скидка Порой бывает невозможно установить И вот это совершенно безобразие То есть говорит скидка 50% И висит ценник Что это столько-то рублей с учетом скидки Да? Но это полный обман Почему? Потому что, ну, в принципе, это статья Кодекса об административных правонарушениях Обман потребителем Звучит так Обмеривание, обвешивание, об счет Введение в заблуждение относительно потребительских устройств И там наказывается штрафом и так далее Вот Вот чтобы этот штраф, что нужно сделать потребителю? Нет, ну это потребитель вообще ничего не сможет сделать Административный штраф Это специальный контролирующий орган может А пожаловаться, конечно Конечно, это статья Она подведомственная Роспотребнадзора То есть письменную жалобу в Роспотребнадзор Что там то В таком-то магазине Так-то вот Вот так себя ведут Да, вот И Да, я думаю, что это И не безинтересно, скажем Для налоговых органов, которые тоже Могут за это наказать Хорошо, а есть вот ситуации, когда Якобы старая цена зачеркнута Да? И вот новая Ну показывает Какая скидка Но эта же цена Допустим, вот на прошлой неделе Была Вот я услышал, как ведет себя квалифицированный потребитель Он узнает среди рыночную цену через интернет Смотрит несколько интернет-магазинов Определяет, сколько это на самом деле За сколько можно купить И если это действительно дешевле, чем можно купить Да? В других местах То тогда, да, действительно скидка есть И можно покупать Это абсолютно правильный подход Когда вот нам рассказывают про красивые скидки Потому что надо понимать скидка с чего Да? И на самом деле А можно ли, в принципе, без всякой скидки Эту вещь купить дешевле? Это обязательно нужно узнавать Ну вообще самые правильные скидки Это когда магазин заявляет Что вот до 11 часов Скидка 10% на все товары Вот это вот самое честное, самое правильное Я не думаю, что после 11 они успевают Перевесить ценники, поменять Нет, а там же на кассе просто делается Вот это реально, это замечательная скидка Как вот есть одна сеть Где пенсионерам до часу, по-моему Или до двух скидка 5% Реально При предъявлении пенсионного Андрей Милович, я все-таки хочу уточнить Что вот если скидка Зачеркнута старая цена есть Вот вы рассказывали случаи Когда нет вообще цены никакой Вернее старой цены А вот если есть старая цена Ну вот, например, я знаю, что она заведомо завышена Она неделю назад, цена, вот на этот товар Она была ниже, чем вот сейчас предлагается скидкой Вот в этом случае это нарушение И как вот здесь поступать? Ну я же еще раз говорю, это обман потребителей Это статья Кодекса об административных правонарушениях За, так сказать, контроль по данному вопросу Отвечает Роспотребнадзор И письменная жалоба туда Будет являться основанием Для внеплановой, так сказать, проверки И, естественно, административных действий А как вот доказать-то, что Вот цена до скидки была ниже, чем со скидкой? Вот как это доказать? Ну, честно Если не сфотографировал ее за два дня Нет, так на самом деле Дело же не в этом Дело же совсем в другом Все цены, которые, так сказать, на ценниках имеются Они должны, допустим, каким-то приказом утверждаться Ведь магазин платит налоги Налоги-то он платит от того, что реализует И все это по финансово-бухгалтерской отчетности Все это проходит Поэтому контрольно-надзорные органы, выходя на проверку Он поднимает всю эту документацию И все легко определяет А вот если это действие Приводит, ну, значит К большим Суммарным Так сказать Потерям со стороны потребителя То такое действие может вообще быть Квалифицировано и как мошенничество Андрей Дмитриевич Тогда уж точно правоохранительные органы Нужно привлекать А кто... А если магазин является Собственником этого товара Он что, не имеет право Свою цену установить А вот немножко тут Нет Он может... Или тут сам факт обмана Что вот скидка вот по этому Да А если бы просто такую цену установил Он имеет право хоть сколько Я так полагаю Конечно, конечно Тут еще ситуация может быть связана Если это, так сказать, публично выставлено снаружи магазина Это может быть недобросовестная реклама И тогда это подведомственно федеральной антимонопольной службе То есть, еще раз говорю Если это приводит, так сказать, вводит в заблуждение потребителя Это может быть квалифицировано как мошенничество, да То есть, здесь масса скрытых нюансов То есть, не сам факт установления высокой цены А обман Цену хозяйственный субъект может устанавливать любую Большую, маленькую Может ее спокойно менять в течение дня Это его полное право, да Но вот когда он говорит, что у него вот эта цена, потому что скидка Вот это может быть введение в заблуждение Да, 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 я согласен А цена может быть любое Это право Вот, и давайте еще Наверное, последний вопрос, который мы успеваем рассмотреть Это вот так называемые рассылки и звонки по телефонам из магазинов Вот каким-то образом магазины узнают, значит, эти телефоны И потом начинается вот у нас новая партия У нас опять скидки Или что-то такое Узнают очень просто Предлагая карту скидочную, ты заполняешь анкету Где указываешь свой номер телефона И я получаю эту карту Я знаю, я иду на это То есть эта скидка, скажем так, или накопительная карта Она мне интересна Я понимаю, для чего я оставляю телефон Но у меня на телефоне есть кнопочка Которую нажимаешь и с этого адреса больше Спам-адресат, и все, и больше я от него уже не получаю Вот поэтому Да, я вот тоже получаю, где у меня есть эти скидочные карты Более того, когда эту скидочную карту оформляют, там еще просят расписаться под извещением Что я не возражаю, что мне будут приходить эти смс-сообщения А вот когда они приходят без всякой скидочной карты и так далее Или из другого магазина, не с тем, с которым заключался договор Базы данных гуляют, продаются Да, но вот это вот Но вот это вот, так сказать, противоречит закону о защите персональных данных Это нарушение требований закона о защите персональных данных и нарушителей Может быть сурово наказан в соответствии с нормами данного закона А куда потребителю обращаться в таких случаях? А это уже правоохранительные органы То есть это персональные данные А не оператор сети Нет, а оператор что, он же наказать-то ведь не может Нет, к оператору можно обратиться и сказать, что Вот с этого номера телефона мне больше сообщения не нужны И если он не выполнит это ваше требование, то вот за это теперь уже он может быть наказан То есть оператор, он наказывает услугу И если вы к нему обращаетесь и говорите, мне надоел этот спам, который поступает ко мне с этого номера Пожалуйста, прекратите передачу информации отсюда Если он не выполняет ваши требования, он, так сказать... А он может такое сделать? Конечно, любой оператор совершенно свободно может это выполнить Вот такой же глупости я ответил на сообщение, с меня сняли рублей 180, когда я узнал об этом, я позвонил оператору, попросил отключить этот номер, все, его отключили, больше я этого... Но деньги, естественно, не вернули Ага, понятно, то есть тут еще и... Да, да, и поэтому я считаю, отвечать, вот вам присылают номер, позвоните туда-то, туда-то, никогда не надо звонить на непонятные номера Потому что можно и 300 рублей сразу же со счета потерять А с другой стороны, ну пришло это сообщение, да лишь бы оно не ночью приходило Дай бог с ним, ну вот, ну я не знаю, ну мне за день, может, ну одно-два приходит Ну может у меня, потому что это опция включена, фильтр Не знаю, но меня они не достают Главное, чтобы не ночью, вот когда ночью, это уже начинаешь психовать Понятно, вот у нас практически не осталось времени, давайте коротко подведем итог нашей беседы Ну и какой-то рекомендательный совет покупателю, на что обращать внимание, когда вот вы идете за покупками Акции прокачивать в интернете Вот все вот эти, акционную посуду особенно, скидки Если подобная продукция продается в нескольких магазинах города, предлагаю сначала пройти по всем по ним Посмотреть, где качественнее и дешевле И ни в коем случае не покупать в первом попавшемся Просто часто бывает подобное обращение Как бывает обидно, купил, вещь понравилась, купил, зашел в следующий магазин Она там дешевле, да? Она там дешевле, чуть ли не в два раза может быть И понимаете, к нам вот в наш муниципальный центр часто обращаются такие потребители Вот хочу теперь вернуть, вот к сожалению для всех наших уважаемых потребителей Они должны знать, что никакого права вернуть продавцу качественную вещь, которую я купил Никаким законом не предусмотрено Поэтому, значит, и более того, даже можно ее вернуть Но он вовсе не обязан возвращать ваши деньги Понятно На этом наше время и стекло В общем, ходите по магазинам и не теряйте при этом головы Это была программа «Качаем права» Всем спасибо Спасибо Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok